Главным политическим событием этой недели станет заседание Совета глав государств СНГ. Официальное мероприятие в Таджикистане стартует в пятницу. В форуме примет участие президент Беларуси. Лидеры стран Содружества подробно обсудят текущие вопросы и обозначат ключевые точки дальнейшего взаимодействия. По традиции, переговорная часть саммита включает заседание глав государств в узком и расширенном составах. Александр Лукашенко также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров. Запланированы и мероприятия формата «Беларусь-Таджикистан». Главный акцент здесь на реализации предыдущих договоренностей. Какой ожидается повестка дня нынешнего саммита Содружества? И какие акценты в вопросах интеграции расставит традиционно активное белорусское участие? С места событий в преддверии саммита. Ольга Макей. Душанбэ в переводе означает «понедельник». А все потому, что несколько веков назад здесь проходил Великий Шелковый Путь. И именно по понедельникам собирался Большой Базар. Масштабные саммиты Таджикистан тоже принимает нередко. Например, местом встречи глав государства СНГ Душанбэ становится уже в третий раз. Столицу Таджикистана к масштабному событию готовили основательно. С середины лета, например, на ремонт закрывали главную площадь Дусти, что в переводе «площадь дружбы». Ремонтировали дорогу и фасады зданий. Кстати, на площади монумент Исмаилу Самани, основателю государства Средней Азии. Самани в Таджикистане называется и местная валюта. Свои участия в саммите уже подтвердили Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова. Впервые за круглый стол Содружества сядет премьер Армении Никол Пашинян. В должности он с мая. А вот глава Туркменистана, которому принимать следующее председательство в СНГ, саммит пропустит. В эти дни Гурбан Гулыберды Мухамедов отправится в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Пригласили на саммиты Петра Порошенко, но ответ не получен. Месяц назад официальный Киев и вовсе закрыл представительство при СНГ. Зато активнее в Содружестве стал себя проявлять Узбекистан. Эксперты связывают это с политикой Шавката Мерзиёева. Был период, когда Узбекистан не был активен. Поэтому формировалось такое мнение, что СНГ себя изжило, поэтому надо, мол, переходить к другим формам сотрудничества. Но сегодня Узбекистан с избранием новой главы нашего государства Шавкат Мироманович Мерзиёев сотрудничество в рамках СНГ определил как одно из главных направлений внешней политики. И мы заявили о том, что мы будем активно участвовать во многих соглашениях и структурах СНГ. И за прошлый год, вот только лишь за прошлый год, после последнего саммита СНГ, мы присоединились к десяти этим соглашениям. В повестке предстоящего саммита вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в гуманитарной сфере, темы общей безопасности. Среди важнейших документов, которые рассмотрят главы государств, заявление по случаю 70-летия со дня принятия всеобщей декларации прав человека. Впрочем, не исключено, что за общим столом прозвучат и непростые вопросы. Таких в Содружестве немало. Например, вчера МИД России официально получил украинскую ноту о разрыве договора о дружбе. В Душанбе прилетит и временно отстранённая от должности президент Молдовы. Кстати, недавно у Игоря Дадона мы интересовались, какие проблемы официальный Кишинёв видит в Содружестве. И изъятие из свободной торговли. Я думаю, что это первое. Самое важное. К сожалению, это есть. И об этом нужно говорить честно, открыто. Этот вопрос не раз поднимался из стороны Молдовы, из стороны других стран СНГ. Если мы подписали многостороннее соглашение о свободной торговле между нашими странами, оно должно действовать. Поэтому здесь нужно честно, открыто говорить, собраться, сказать, ребята, ну, этот механизм не работает. И не работает потому, что что мы делаем дальше? Работаем по спискам изъятия из свободной торговли. И в каких случаях, чтобы было понятно. Я думаю, что это основной вопрос, который мы должны решить, обсудить и решить. Честно, открыто. Проблемы есть. И от этого мы не убежим. Ждут эксперты выступления на саммите Александра Лукашенко. Белорусский лидер, один из немногих, кто за круглым столом, открыто и откровенно говорит о проблемах СНГ. На прошлогодней встрече в Сочи президент Беларуси акцентировал организации «не хватает конкретных действий, активнее к работе стоит подключаться и депутатам». Да и в целом элитный клуб, как часто именуют Содружество, должен оправдывать такое название. Александр Георгиевич Лукашенко – это человек, который действительно воплощает в себе, так сказать, дух белорусского народа, его прямоту, откровенный диалог, который ведется во многом благодаря усилиям господина Лукашенко, потому что он своими заявлениями, своей вот такой четкой, жесткой иногда даже постановкой вопросов, он заставляет эти вопросы, во-первых, поднимать, во-вторых, обсуждать их откровенном ключе и, соответственно, решать. Не замалчивать проблему, а как бы ее озвучивать. И в этом плане, конечно, я думаю, и предстоящая встреча, она тоже станет в этом плане интересной, потому что Александр Георгиевич, он всегда говорит откровенно о многих вещах, и в том числе вот в формате, скажем так, открытой для прессы. В Душанбе Александра Лукашенко ждут завтра, помимо участия в саммите, в президентском графике и двусторонней встречи. Запланированы и мероприятия белорусско-таджикской повестки. В мае этого года наш президент был здесь с официальным визитом. Прошло 4 месяца. Время обсудить, как исполняются договоренности. Ольга Макеев, Виталий Селявка, агентство теленовостей Душанбе, Таджикистан.